Игорь Борисович попросил меня рассказать за конъюнктуру зернового рынка и в особенности о том, что же нам делают пошлины, особенно в этом сезоне. У меня тут будет довольно большая куча слайдов. В конце самое, так сказать, ключевое, поэтому кое-что просто пролистаю, чтобы, так сказать, у вас это будет, потом можете посмотреть. Ключевое дело, естественно, надо говорить о том, что у нас есть официальные данные Росстата по урожаю, вот они в марте вышли, там 157,7 миллионов тонн собрали всего зерна, из них там верится в то, что это 104 миллиона тонн пшеницы, но там главное, вот сказать, сюрприз был и интрига – это в кукурузе. Росстат дал почти 16 миллионов тонн кукурузы. Мы в это мало всем верим из аналитиков, поэтому в большей степени считаем в балансе, что где-то так собрали порядка 14 миллионов тонн кукурузы, но об этом чуть попозже. Главная история, если я тоже пролистаю, у нас для того, чтобы понять, какой зерновой баланс у нас есть внутреннее потребление и, слава богу, есть восстановление поголовья птицы, да, вот оно, здесь вот, да, вот это среднегодовой, скажем, за 22-й год календарный, есть темпы роста поголовья свиней, хоть и несколько меньшими темпами, чем это было, скажем, там 10 лет назад, и есть самое такое важное достижение, что наконец-то закончился провал в производстве муки, и мука немножко так восстановилась вот в календарном исчислении вот так, да, там плюс 4,5 процента. Здесь заслуга, это, конечно же, беженцы, новые регионы и экспорт, но, в общем, это есть. Для того, чтобы понять, что у нас внутренне… В реальности у нас производство не 9,7, а где-то порядка 11 миллионов тонн, это там есть просто серый рынок, и учитывая, если мы, скажем, экспортируем где-то в этом сезоне 700… Про муку только. Я про муку и говорю. Где-то 750 тысяч тонн мы отэкспортируем, то есть все остальное – это внутреннее потребление. 11 минус 1 – это, то есть у нас здесь… Мы не импортируем муку. Нет, немножко заводится из Казахстана, но небольшие объемы. В общем, 10 миллионов тонн у нас – это внутреннее потребление муки. И, конечно же, ключевая вещь – это экспорт. Вот сколько мы отэкспортируем? По текущим счетчикам мы где-то до введения квоты отэкспортировали 32,3 миллиона тонн, вот это той самой, то, что в квоте пшеница, кукуруза и ячмень. И у нас есть квота 25,5. К сожалению, я полагаю, что в расчетах, вот мы с Михаилом тут перекинулись мыслями, квота выбрана не будет. И дай бог мы отэкспортируем 23 миллиона тонн, всего вот этих трех зерновых. Вот тут я написал, почему, так сказать, экспортировать за три месяца 6,2 в среднем миллиона тонн, к сожалению, не получится. Еще и рынок падающий. Таким образом, да, еще есть одна вещь, вы, наверное, слышали на прошлой неделе, и вчера Луис Дрейфус сказал, уходит тройка ключевых экспортеров. Вот они, Виттера, Кагел и Луис Дрейфус. Что они собой представляют в рейтинге экспортеров? На текущий момент это 15% экспорта зерновых. В прошлом сезоне было где-то так 14%, они втроем имели. Что будет сейчас, с нового сезона они уходят, они не уходят с внутреннего рынка, они уходят с экспортного рынка. Но понятное дело, что это очень серьезно повлияет не столько на объемы, сколько на дисконт, с которым мы торгуем наше зерно. И, к сожалению, я думаю, что дисконт будет увеличен вот из-за таких вещей. Да. Товарищи, дайте мне. Да. Какой объем интервенций необходим на сегодня у нас? Или вообще не нужны интервенции для того, чтобы рынок успокоить? Они нужны, у меня там будет по этому поводу слайд и свое мнение. Сейчас я до него доберусь. Можно сказать? Я просто хочу коротенькую очень реплику дать. Витера – это канадская ведь компания, да? Нет, это Глинкор, это международная компания. У них в Роттердаме этот самый… То есть это не Канад? Нет. Они, вы знаете, это международная вещь. Там нету такого, что вот Канада или что-то еще. Спасибо. Это транснациональная компания. Это Глинкор. То, что раньше было Глинкор. Сейчас называется так. Это экспорт нашего зерна. Это рейтинг экспортеров нашего зерна на текущий объем на 28 марта с начала сезона, с 1 июля. Международные фирмы этим занимаются. Не канадские. Это Луис Дейфус тоже. Ну что, они в Женеве сидят, хотя на самом деле корни американские. Ну, Каргел – это американская компания. Ну, тоже транснациональная, можно так говорить. То есть это повлияет, я полагаю, на дисконт, который, к сожалению, увеличится с нового сезона в особенности. Так-то, в общем-то, нет. Итак, вот если никогда мы собрали эти самые 157 миллионов тонн, я полагаю, что у нас внутреннее потребление вырастет. Да, вот за счет того, что птица, свинья и пищевое потребление, вот оно, так сказать, несколько подрастает. Дай бог мы вывезем 57 миллионов тонн за пределы таможенного союза и 60 с учетом таможенного союза. Главное, к чему я все введу, у нас приходящих запасов будет почти 27 миллионов тонн. Начинали мы, ну, это такая традиционная картина с 14 миллионов тонн. У нас таким образом надвисает где-то 9 миллионов тонн зерна, будем так говорить, лишнего, которое очень больно будет для всех. И почему цены сейчас падают, для всех ощутимо. При этом, что касается интервенционного фонда, вы спрашиваете, сейчас закуплено в интервенционный фонд пока 3 миллиона тонн. И, так сказать, пока сказали, все, хватит. И Абрамченко, и Патрушев. Я полагаю, что, вот если посмотреть на, скажем, сезон 8-9, когда у нас был один из рекордов, 108 миллионов тонн, собрали мы зерна в 8-м году, и тогда закупили почти 10 миллионов тонн в интервенционный фонд, то при 157, ну, 10 это точно надо иметь. Ну, хотя бы, может быть, там в районе 7-8 миллионов тонн в интервенционный фонд, если бы мы взяли, вот, так сказать, представим себе, что на внутреннем рынке у нас будет почти 24 миллиона тонн, это очень и очень много, это очень больно. Слишком жирно жить вот при таких огромных запасах. Если бы санировать хотя бы еще какой-то объем, ну, там, 6-7 миллионов тонн, то тогда это, во-первых, деньги сельхозпроизводителям, и, главное, это, так сказать, ну, санированный объем, который не давит на свободный рынок, не давит на то, что идет в зерне в торговле. Владимир Викторович, вопрос можно? Да. По ходу принесли. Почему с таким упорством Минсельхоз и вице-премьер по селу отказываются отменить пошлины? Почему они хотят их сохранить? Каков мотив? Это ко мне вопрос. Ну, это всех волнует. Ну, во-первых, давайте вспомним то, что в январе Виктория Абрамченко доложила с гордостью, что за два года с зерновых пошлин собрано 240 миллиардов рублей. По другим оценкам триллион. Нет, дело в том, что это было то, что собрано за счет именно экспорта зерна. Триллион – это если мы просто возьмем… А посредственный расход. Да, да, да. Если мы косвенные затраты, скажем так, реализованное зерно уменьшаем на величину пошлины, да, конечно, это будет триллион, естественно. Но мы его, так сказать, не можем потрогать, вот как это делает министерство финансов. Из села изъяты деньги. Где они, эти деньги? Кто ими распоряжается? Тоже вот такая интересная вещь, которая, в общем-то, не является открытой. Это раз, она идет, что называется, вот просто как какие-то… То есть это закрытые темы, да? Они не, как говорят, не подсвечены, не окрашены, видите, да, когда идет распределение. Поэтому, в общем-то, до сих пор нету… Когда пошлину вводили, обещали вернуть эти деньги зерновикам. Да, совершенно верно. И возвращают, но, кстати говоря, возвращают не обязательно именно зерновикам, сельхозпроизводителям к растеневодам. Это идет и в животноводство, и вообще в поддержку сельского хозяйства в целом. Кстати говоря, именно животноводы были главными инициаторами этой пошлины и бенефициарами низкой цены на зерно, да. Они еще и получают дополнительно, что называется… Извините, я вас прервал, просто уточняющий вопрос. Так, так вот, в связи к тому, что, так сказать, не буду за зерновой рынок мировой говорить, отмечу вот ключевые вещи. Вот это вот биржевая беда, что называется, которая была, ну, то есть за последний месяц в марте. Вот отдельно, кстати, подчеркну, что было 24 марта, тогда было очень такое интересное вербальное действие нашего Минсельхоза, что давайте-ка не будем продавать зерно, потому что цены слишком низкие. Это было очень смешно, потому что на самом-то деле мы остались в зерновой сделке, о зерновой сделке я потом еще скажу об этом безобразии чуть попозже, и это уронило цены. То есть наше правительство приняло решение остаться в зерновой сделке, цены упали, и правительство говорит, что вот поскольку цены упали, давайте-ка не будем продавать зерно. Украинцы пускай продают, а мы нет. Ну, вообще такая была интересная вещь, но рынок, конечно, дернулся биржевой. Потом, так сказать, начали уходить Кагил, Виттера, ADM, Луис Дрейфус, они тоже, соответственно, дергались, но, в общем-то, понимаете, рынок на самом деле падающий. А стагнирующий падающий, где отрицательных факторов, вот они здесь вот перечислены, намного больше, чем позитивных. Они, в общем-то, рынок негативный, рынок, по сути дела, сейчас покупателя, а не продавца. Покупатель сильнее продавца, лучше так говорить. Поэтому он делает цену, покупатель, а не продавец. Ну и, соответственно, мы, как это в мультфильме про Капитана Врунгеля, идем ко дну. Продолжаем идти как ко дну. Вот, кстати, это движение с начала сезона так и продолжается. Черная – это наша цена на Черном море, зеленая – это французы, красная – это американская пшеница. Кроме всего прочего, у нас есть дисконт существенный, по которому мы продаем нашу пшеницу. Это как и нефть. Мы продаем с дисконтом к бренду. Также, в общем-то, и пшеницу мы вынуждены продавать с дисконтом в силу санкционного добавления. Он просто или увеличивается, или уменьшается. В данном случае он, так сказать, сжался, но сейчас начинает опять несколько подрастать. Но, так сказать, рынок отрицательный, рынок уходящий именно в силу вот таких общеглобальных фундаментальных событий, которые говорят, что рынок профицитный на планете вообще. Ну и, ко всему прочему, зерновая сделка. Вот, так сказать, это то, что Украина продает по зерновой сделке. На 3 апреля уже с Украины в рамках зерновой сделки, в рамках зернового коридора продано 26,8 миллионов тонн продовольствия. Там зерно, подсолнечное масло, подсолнечник и всякое прочее. И вот главные бенефициары этого всего. Конечно же, Китай, Испания, Турция, Италия, Нидерланды и тому подобное. Ничего гуманитарного здесь нет. Это нормальный, обыкновенный коммерческий процесс, который мы предоставляем Украине, нашему недружественному конкуренту, будем так говорить. И оставаясь в этой зерновой сделке, мы, ну что называется, стреляем себе в ногу дополнительно. Почему? Да потому что, когда началась эта зерновая сделка с 1 августа, и по подсолнечному маслу, и по пшенице, Украина продает заведомо ниже, чем мы. Такой демпинг, что называется. Мы опускаемся в цене, а не опускаемся. Мы шаг вниз, а не шаг вниз. То есть, этот ужас без конца, ну, не обязательно в этом деле, будет так говорить. Здесь больше экономики или политики? Это, знаете, это продажи последнего дня. Это цена последнего дня. Лишь бы продать. Не суть, сколько стоит пшеница, подсолнечное масло. Главное продать. Не в себестоимости, а не власть. Политическое решение. Просто в продажу. Просто чтобы продать. Это вот, понимаете, когда завтра не будет, да, то лучше сегодня продать. Вот такой подход именно на украинском базисе. Что по маслу, что по подсолнечнику, что по зерну. Ну, там нет убыток, там нет экономики. Ну, трудно говорить про то, чего нет. Ну, да, там нет пошлина, само собой. Это отдельная история, естественно, да. Это раз. Но главное, там, по сути, экономики не очень-то много. Для нас, для нас, это вот просто ужас без конца, который длится до тех пор, пока мы в этой зерновой сделке. При этом учитывать надо еще то, что плюсов от этой зерновой сделки для нас ведь никаких. Абсолютно. Эта сторона не сделала ничего по тому, что было записано в зерновой сделке. Ноль процентов. Мы сделали сто процентов, их сторона ноль. Они не открыли свифт для Россельхозбанка. Они не выпускают наши суда, арестованные с удобрениями и тому подобное. Ничего этого не происходит. А мы, пожалуйста, мы все. Владимир Владимирович, итак, мы констатируем, что зерновая пошлина вынесла бюджет сельского хозяйства. Теперь, что касается зерновой пошлины. Давайте, ну вот тут буквами я написал то, что сейчас рассказывал о всех этих минусах. Вот, так сказать, текущая цена на ФОБе, вот, так сказать, она минус пошлина. Этот спред, он увеличивается постоянно, к сожалению. То есть на самом деле мы, так сказать, имеем вот эту цену у себя внутри, а не вот эту. Не текущие там 275 долларов стоит наша пшеница, а 275 минус 60 долларов пошлина. Это раз. Ну и сама по себе пошлина, значит, сейчас формула этой пошлины дополнительно бьет по нашему сельхозпроизводителю. Почему? Потому что летом было принято пересмотрение на пошлина в рубли. Да, замечательно, да, хорошо, но из расчета того, что курс 75. Сейчас курс 79, и вот, так сказать, вот эта вот формула, там вот наверху, суть в том, что при нынешней формуле пошлина в рублях намного выше, чем, если бы это была формула до 1 июля. Вот пока что, допустим, где-то там на 300 рублей она выше. То есть и так дальше, чем выше будет курс доллара к рублю, тем больнее будет, соответственно, пошлина. Вот эти вот нынешние, ну там сейчас она немножко меньше, чем 5400, сейчас она 5200, да, это пошлина за тонну на пшеницу. Но ключевая история в том, что она по рублям сравнялась с тем, что было, скажем, летом. Правда, летом цена пшеницы была 400 долларов, а сейчас 275, а пошлина такая. Владимир Викторович, мне очень жаль, но есть регламент. Да, я вообще сейчас и так, вот текущие цены, которые есть у нас на 3-4 класс, да, допустим, и они сейчас, к сожалению, сравниваются с тем сезоном, который был в 2017 году. Если и когда, вот представим себе, мы поднимаем этот 2017 год на уровень инфляции, ну там, допустим, инфляция была там 32 процента, да, за вот этот вот период. Вот я взял просто-напросто ее, так сказать, и поподнял. То уже мы сейчас имеем цену пшеницы такую, какая была в 2017-2018 году. Затраты выросли, об этом все рассказывают, а цена вот такая. Если и когда теперь, опять-таки, умозрительно к этой цене прибавить пошлину, ну, представим себе, что пошлины нет, да, понятно, будет цена другая, цена образования будет другой, но все-таки вот что такое цена нашей пшеницы 4-го класса без пошлины. Это вот просто то, что вы спрашивали. Если вот теперь каждому из сельхозпредителей спросить, если будет 4-й класс продаваться не по текущему, там, 10 рублей с НДС, а по 16 с НДС, ваши проблемы будут решены? Ну, конечно же, да. Все встанет на свои места, и наконец-то все будет хорошо. То есть речь идет о том, что в прошлом году, да, тоже была пошлина, но цена была довольно-таки приемлемая. В прошлом году она была там 16-400 в среднем. И эта пошлина, которая была в прошлом сезоне, она отбирала прибыль, да, а сейчас она залезла в себестоимость. И она залезла настолько, что, в общем-то, текущие цифры, она действительно, вот как говорил Никита, да, Никита, что с пошлиной, в общем-то, продается ниже себестоимости. Она залезла туда, эта пошлина, в себестоимость. Вот что я хотел вам показать, на этом, ну, там, про грядущий год рассказать еще хотел. Владимир Ильич, я совершенно уверен, что вы можете занять все полтора часа. Это будет так же интересно, захватывающе. Но у нас еще есть выступающие. Спасибо вам огромное, спасибо. Один вопрос, короткий только, без выступления. Сотник Сергей, проект Агросфера. Значит, первое, есть ли у нас государственная компания-экспортер, которая будет оставить интересы всех производителей на мировом рынке, вот, или хотя бы крупный частный экспортер российский. Второе, почему мы должны торговать на мировом рынке, ориентируясь на мировые цены. Давайте устанавливать свои цены за свою валюту в нашем макрорегионе и долгосрочные контракты, как у Газпрома, долгосрочные контракты по стабильной цене. Если можно, коротко, на первую часть вопроса. Вторая часть вопроса слишком длинная. Да, слишком длинная. У нас есть крупнейший экспортер торговый дом РИФ, и они являются, это частная компания российская, не государственная, частная компания российская. государственная, это ОЗК, они там в десятке. Окологосударственная, это ВТБшная структура Green Gates, они номер два. Понимаете, рынок зерновой, это не... Это очень рыночный рынок, извините за тавтологию. И сельхозпродукция, это тоже... Это не газ и не нефть. Я с трудом себе представляю, чтобы можно было... Спасибо. ...черканей газа и нефти делать что-либо... Спасибо, Владимир Викторович, спасибо. ...какая компонента, все эти стоимости... ...селита. Вот это для этого... Сейчас расскажет, солист Добавич, вам расскажет наука. Спасибо, Владимир Викторович, спасибо большое. Спасибо, спасибо, поблагодарим. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok